Всем привет! Меня зовут Илья Кизиров. Вы слушаете подкаст Русской службы Би-Би-Си «Что это было?». В нем мы говорим о войне и ее последствиях. Перед тем, как мы перейдем к самому подкасту, я хочу сделать небольшое объявление. Возможно, у вас есть вопросы о войне к моим коллегам, к журналистам Русской службы Би-Би-Си. И, возможно, в нашем подкасте эти вопросы еще не звучали. Если это так, то пишите нам в комментариях на подкаст-платформах и на Ютубе до 20 февраля. И в выпуске 24 февраля мы зададим ваши вопросы нашим корреспондентам. А в сегодняшнем выпуске нашего подкаста мы поговорим про авиацию. Украина просит у союзников истребители. Западные страны на эти просьбы пока отвечают отказом, так же, как пару месяцев назад было с просьбами о танках. О поставках танков и тяжелой техники договориться в результате удалось, и многие полагают, что на очереди самолеты. Какие самолеты нужны Украине, насколько вероятно, что их поставят и когда они могут подняться в небо. Об этом мы сегодня говорим с моим коллегой Павлом Аксеновым. Паш, привет. Привет. Давай сначала определимся, насколько вероятно, что западные страны решатся поставить самолеты Украине. Ты помнишь этот мем, вы находитесь здесь? Да. Когда вот идет список каких-то событий, и все это кажется невероятным, но потом ты понимаешь задним числом, что какие-то невероятные вещи уже случились, и то, что в будущем, оно сейчас тебе кажется малореализуемым, но ты уже находишься после каких-то событий, казавшихся невозможными. Вот история с поставками вооружений до сих пор вполне себе укладывалась в этот мемасик. Год назад поставляли стингеры и ПТРК, противотанковые ракетные комплексы легкие. Это такие штуки, которые на плечо кладутся. Ну да, да, джавелин, глава и так далее. Теперь обещают поставлять танки. Понимаешь, прогресс есть, и между этими событиями было уже много чего. То есть эволюция очень заметна. Но на самом деле, конечно, никаких гарантий нет, и пока говорить о том, что истребители обязательно будут поставлены, нельзя. Тем более, что Джо Байден на прямой вопрос дадите ли УФ-16 Украине ответил очень четко и кратко нет. Но, тем не менее, тем не менее, об этом продолжают говорить, и, судя по всему, переговоры украинцев с партнерами по коалиции, с партнерами из западных стран, которые поставляют вооружения, они продолжаются. Так что говорить о возможности поставок можно. Есть какие-то признаки того, что эти переговоры продолжаются, и что у Украины есть сторонники. Вот издание «Политика» писало о том, что такие сторонники есть даже в Пентагоне. Вообще поставки вооружений я для себя делю на несколько таких категорий. Во-первых, это поставки, которые можно назвать реакцией на действия России. Это такая пожарная тревога, когда начинают искать какие-то оперативные решения для возникших проблем. Например, как в случае, вот Россия запускает дроны, начинают поставлять ПВО. Когда не хватает артиллерии, и она очень остро нужна, начинают поставлять гаубицы, это еще раньше было, или как там, не знаю, с морскими ракетами, да, была угроза. С моря начали поставлять морские ракеты. Второй тип поставок вооружений, да, вторая категория, это поставки под какие-то конкретные планы. Тут пример, например, ракеты GMLRS, да, для Хаймарсов и МЛРС. Эти ракеты поставлялись с определенной целью для того, чтобы Украина смогла проводить тактику уничтожения артиллерийских складов. И там тоже, в общем, все более-менее оперативно поставляют, потому что это тоже, ну, такая острая нужда. А третий тип поставок, это вот, собственно, авиации и танки. Это когда вооруженные силы Украины строят, вот, выстраивают, да, улучшают, организовывают и так далее. Это некое общее усиление вооруженных сил. И танки и авиация, это такое улучшение ВСУ, да, это создание полноценной армии, которая способна проводить большие масштабные операции с использованием танков, авиации, да. Танки уже обещали, вот, самолеты не обещали, но разговоры об этом ведутся. Так что, если суммировать, то это был такой расширенный и завуалированный ответ «неизвестно». Давай теперь поговорим о том, какие самолеты сейчас вообще в Украине воюют. Вот с одной стороны, с другой стороны, сколько их у каждой стороны. Смотри, я сейчас справлюсь, у меня вот здесь есть... Это мы подсчитывали, мы, русская служба BBC, подсчитывали перед началом российского вторжения. У Украины было боевых самолетов 98 единиц, у России 1510. Ого! Да, разные источники, но тут надо сказать, что это боевые самолеты, которые включают в себя и стратегическую авиацию, и морскую авиацию, бомбардировщики, штурмовики, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть преимущество «было» у России точное, оно сохраняется у России точно. Оно и количественное, и качественное. В основном в этой войне используются ударные самолеты, либо те, которые могут наносить удары по земле. В России это, там, начиная с стратегических бомбардировщиков, до штурмовиков и истребителей бомбардировщиков, ну, там среди бомбардировщиков есть фронтовые Су-24, Су-34, который и фронтовой бомбардировщик, и истребитель бомбардировщик, там, у него такая промежуточная, да, классификация. А есть Су-30 и Су-35, это истребители, которые тоже могут применять ударное вооружение для ударов по земле. И, ну, вот недавно было даже сообщение о том, что Су-57, истребитель пятого поколения, который еще в такой вот, он уже принят на вооружение, но это все равно какое-то опытное применение. Он тоже появлялся. В ВВС Украины есть, во-первых, парк ВВС Украины авиационный, он гораздо более старый, чем российский. Там есть истребители МиГ-29, Су-27, штурмовики Су-25 и бомбардировщики фронтовые Су-24, но это какая-то такая основа для всех постсоветских стран. Это каких годов машина? Ой, это 70-х. Ты знаешь, я, правда, не скажу тебе про выпуск, и конкретные были... Не-не, просто чтобы понимать. Ну да, ну это, в общем, вот истребители четвертого поколения, МиГ-29, Су-27, штурмовики Су-24, тоже самолеты довольно старые. Когда они были выпущены, я тебе не скажу, там по каждому борту надо смотреть отдельно. Они были частично модернизированы, то есть Украина вкладывала в это усилия, но о состоянии, о количественном и качественном сказать вообще что-то очень сложно, причем и пророссийский, и проукраинский, потому что самолеты в этой войне сбивались. И с той, и с другой стороны, и точных сведений о потерях понятно, мы не знаем. Плюс непонятно, в каком техническом состоянии, да. Ну плюс, понятно, обе стороны используют беспилотники, но мы про них тут говорить не будем, потому что они, в общем, слабо заменяют пилотируемую авиацию. Они тоже применялись и для ударов по земле, но это, в данном случае, это несущественно. Ну да-да-да, про Байрактары мы много уже говорили. Да-да-да, абсолютно. Но в случае с Украиной есть довольно важное обстоятельство, которое следует учитывать, когда мы говорим про применение авиации в этой войне. Оно же работает и для России, и для Украины. Есть такая концепция, называется, по-английски называется Anti-Access and Area Denial. То есть ограничение и воспрещение доступа в определенную зону. Это когда противник не решается куда-то проникать, потому что это чревато для него неприемлемыми потерями. Вот в случае с воздушным пространством, это и для Украины, и для России работает. В случае с воздушным пространством, в частности, украинские вооруженные силы смогли так организовать свои противовоздушные обороны, чтобы российские пилотируемые самолеты и вертолеты действовать могли только на оперативно-тактической глубине. То есть никаких налетов на большую, на стратегическую или на сотни километров их практически нет. Ну и с украинской стороны понятно тоже, хотя мы видели как раз беспилотники, которые долетали до стратегических аэродромов, но пилотируемые самолеты не долетали. Ну, мы, по крайней мере, об этом не знаем. Все это благодаря наземным системам ПВО. Украина их очень гибко использовала, и они перемещались, и все это было так организовано, что, несмотря на довольно старые ЗРК в начале войны, еще до появления западных систем, они, тем не менее, работали довольно успешно. Понятно, что они постоянно усиливаются, и если у Украины появятся истребители, то этот инструмент воспрещения доступа в воздушное пространство, он еще более будет отточен. А вот какие самолеты Украина просит? Как я понимаю, речь идет об F-16, да? Да, речь идет об F-16. Тут, собственно, все, этот список из одного пункта. Но на самом деле обсуждались и Гриппин, обсуждались и Торнадо, и очень много что обсуждалось, и в том числе даже в высказываниях политиков. Но в основном говорят про F-16. Гриппин — это шведский самолет, его упоминают реже. F-16 вообще очень интересная машина. Он изначально создавался как фронтовой истребитель и был предназначен вообще для воздушных боев, то, что называется, собачьи схватки. Эта концепция родилась в начале 70-х годов, и там была группа инженеров, которые сами себя называли «истребительная мафия», и они создали такую теорию энерговооруженности, маневренности. В рамках этой концепции появился F-16. То есть изначально это была концепция очень легкого и очень мощного истребителя. Истребителя, который мог так, знаешь, вот втопить педаль в пол, и он разгонялся очень быстро. Это очень важно для воздушного боя. Но потом несколько раз модернизировали, появилось несколько поколений. Вот основные поколения — это F-16C и F-16D, это, соответственно, одноместные, двуместные в 80-х годах. Потом появились и F, тоже одноместный, двуместный, уже более поздний вариант. И в каждом из них существует еще много всяких апгрейдов, которые у них называются блоки. Но вот последняя модификация, блок 70, появилась буквально на днях. Там, по-моему, 24-го, что ли, 25-го января он взлетел первый раз. Но последняя массовая модификация, блок 52, это в 90-х годах появилось. Так что это, в общем, один из самых удачных истребителей четвертого поколения. Их очень много было построено. Данные у меня есть за сентябрь 21-го года. В США находилось 1017 самолетов серии C и D. Он сейчас, за это время, он эволюционировал из истребителя, вот этого легкого и мощного истребителя для того, чтобы драться над линией фронта с МиГ-29, который, в общем, в той же концепции был выстроен. Они стали уже многоцелевыми. Смотри, есть легкие фронтовые истребители, есть тяжелые многофункциональные. И они обычно идут парами. В 70-х годах, в четвертом поколении, у американцев это F-16, F-15, тяжелые, двудвигательные. В СССР это был МиГ-29, Су-27. И понятно, что вот F-15 и Су-27 это более мощные машины с более мощным радаром, с большим числом узлов подвески и с большей полезной нагрузкой, но и более дорогие, и в обслуживании, и стоимость летного часа и так далее. Но вот F-16 в своей эволюции тоже стал многофункциональным истребителем. Он тоже получил возможность наносить и наземные удары, и действовать на удаление, и у него возросли его характеристики летные тактики технические. Так что это, в общем, стал такой уже недорогой вариант многофункционального истребителя. Так что это, в общем, сейчас такой лучший истребитель в своем классе. Я, кстати, в 17-м году разговаривал с человеком, который придумал F-16. Ого. Да, был такой Пьер Спрей, это один из тех вот людей, которые были файтер-мафия, истребительная мафия. Вот в 17-м году я ему позвонил и взял у него интервью, и мы с ним поговорили. У него вообще была интересная концепция. Его немножко таким уже военные эксперты там называли фриком, но потому что у него была такая довольно экзотическая концепция, он ее поведал, что вообще не нужно было строить истребителей пятого поколения. В войнах будущего, по его словам, все будут решать вот тяговооруженность, маневренность, и будут воевать практически с выключенными радарами, потому что когда ты включаешь радар, тебя сразу видно в воздухе, да, тебя просто это излучение. Кстати сказать, украинские пилоты, вот то, что я читал, они в начале войны пытались вести воздушные бои с российскими самолетами, как раз двигались с выключенными радарами. Вот, и он как раз говорил, что вот F-16 для этого подходит лучше всего, но вы вкладываете миллиарды денег, и это деньги просто впустую, потому что эти истребители пятого поколения никому не нужны. Можно над этим потешаться, да, как это многие, но тем не менее это человек, который придумал F-16. Ребята, F-16 до сих пор у вас летает. Так что это на самом деле очень непростой самолет и очень интересный. Второй самолет, это JAS-39 Gripen, это самолет шведской фирмы Saab. Это самолет 90-х годов, и он создавался сразу как многоцелевой самолет. У него тяга вооруженность меньше, чем у F-16, но он может нести много оружия. И главное, что он очень неприхотлив и дешев в эксплуатации. Он может летать с плохо подготовленных аэродромов, это такая шведская традиция у них, истребители так обычно этим и отличаются. И плюс у него самый низкий в этом классе истребители четвертого поколения стоимость летного часа, ну, куда входят там все расходы по ремонту и эксплуатации. Так что это, в общем, вполне себе выгодный самолет, когда ты не хочешь тратить очень много денег. И плюс он, как темная лошадка, никто не знает, он не был проверен в боях. И это же указывает на то, что шведам, ну, как мне кажется, было бы интересно правильно его опробовать, собственно, в боевой обстановке. После такой войны и стоимость самолета увеличивается на рынке, и ценность, вернее, да, его рейтинг. И плюс можно внести какие-то изменения в конструкцию, потому что они выявляются в ходе боев. Ты уже начал говорить об областях применения самолетов в 16. Расскажи, какие боевые задачи ВСУ хотят ими решать? Ну, это неизвестно, что хочет ВСУ. Но, тем не менее, по каким-то косвенным признакам мы можем предположить, какие бы задачи они могли бы доверить истребителям, если бы эти истребители им были поставлены. Существует несколько базовых специальностей истребителей, каждая, в общем, вполне себе актуальна для ВСУ. Давай пойдем по списку тогда. Да, давай. Смотри. ПВО, во-первых, истребители-перехватчики. Для того, чтобы сбивать крылатые ракеты, это более чем актуально для Украины. Этим уже занимаются украинские пилоты с первого дня войны. И сбивают и крылатые ракеты, и дроны. С этим есть некоторая сложность, потому что оба этих самолетов все-таки не создавались как перехватчики. Это такая специализация. Там нужно особое оборудование, там особые радары. В общем, они не очень для этого приспособлены, но можно использовать, потому что на МиГ-29 вполне себе украинцы воюют. Второе. Прорыв ПВО противника. Это очень сложная задача и целая особенная тактика, которую разработали американцы еще в Вьетнамскую войну. Для этого тоже создаются отдельные специальные самолеты со специальным бортовым оборудованием. Кстати, в 16 есть самолеты, которые приспособлены для таких миссий. Это CJ и DJ. Одноместные, двухместные. И это то, что, собственно, отмечали эксперты в самом начале войны. То, что вот, несмотря на то, что в России тоже есть оборудование, и тоже есть там специальные ракеты, которые наводятся по источник радиоизлучения, то есть на радары. Но российские пилоты не были просто натренированы, да, эта тактика не была отработана. Если ты вспомнишь, эти самолеты используют специальные системы управления оружием, которые включают в себя ракеты. В США для этого созданы ракеты, которые называются AGM-88-HARM. Они тоже наводятся на луч радара, и, соответственно, они были созданы для подавления систем ПВО. Так вот, США начали поставлять эти ракеты в Украину еще осенью. В СУЖ научились применять эти ракеты с МиГ-29, и это, собственно, основное оружие для таких миссий. И понятно, для чего такие миссии нужны, если Украина будет проводить наступление. Опять же, чтобы расчистить дорогу для ударных истребителей, нужно подавлять ПВО. То есть это тоже актуально. Теперь удары по наземным целям. Вот тут ничто не заменит истребитель. Ну, бомбардировщик, да, в данной ситуации истребитель-бомбардировщик. Вот не беспилотник, казалось бы, который можно без риска для жизни пилота отправить куда угодно, на какую-то глубину. Нет, беспилотник не может нести столько оружия и применять его так же точно, как пилотируемый самолет. Не артиллерия, которая стреляет с закрытых позиций, у которых даже при применении высокоточных снарядов тоже есть свои сложности. В общем, ничто не заменит удар тяжелыми боеприпасами с истребителя. И в конце декабря США объявили о передаче Украине комплектов для модернизации свободно падающих бомб, которые делают из них высокоточные. Называется это JDAM. Это комплект такой, который устанавливают на обычные бомбы. Там есть оперение, система навигации. Такой комплект делают из обычной бомбы высокоточное оружие. Вот их могут использовать как F-16, так и Gripen. И когда стало известно о поставках этих боеприпасов, довольно много говорили, вот смогут ли украинцы использовать их с МиГ-29. Вспоминали эти ракеты Харм, которые украинцы научились использовать. Там в чем сложность? В том, что вот эта система навигации, которая установлена, она спутниковая, которая установлена в этом оборудовании, вот JDAM, в нее надо вводить координаты цели. Их можно вводить перед полетом, и их можно вводить во время полета, и, по-моему, даже можно вводить, когда уже бомбу сбросили, их можно подкорректировать. Вот лучше это делать перед самым пуском, потому что при этом учитывается и скорость, и высота, и очень много факторов, да. Все это вместе вводится в бомбу, и она летит к цели. Это можно вводить перед запуском, но тогда тебе нужно лететь на определенной высоте, на определенной скорости, на определенной точке. Это все, в общем, сильно усложняет задачу. Вот в случае с МиГ-29, там даже есть, кстати, проблемы с узлами подвески, которые пришлось переделывать. В общем, украинцы как-то научились, я читал... Колхозить. Да, колхозить, да, вносить эти координаты в полете, но все равно лучше, чем специально оборудованный для этого самолет, но ты ничего не найдешь, да. Поэтому теоретически для таких миссий в 16 или Гриппин очень подошли. Хорошо. То есть первые три области применения, это работать как ПВО, работать против ПВО и наносить удары по наземным целям. Да, еще, знаешь, есть еще одна маленькая подпрограмма, да, или как это называется, одна маленькая деталь. Украина еще в самом начале войны, я не помню, когда точно, получила противокорабельные ракеты «Гарпун». Я ничего не слышал, никакого обсуждения про применение таких боеприпасов с истребителем F-16, ну, потенциальная перспектива этого применения в Украине. Но F-16 эти ракеты могут нести и запускать. Дальше воздушные бои. Это, конечно, самое интересное, потому что на самом деле про них ничего не известно. То есть вот кто кого сборит, да, очень любит в интернете обсуждать. На самом деле непонятно ничего. Дело вот в чем. Реальных воздушных собачьих схваток, вот этих воздушных боев между самолетами одного поколения и в условиях войны между странами одного технологического уровня в мире не происходило очень давно. Правда, очень давно. И я поговорил с российским экспертом, который попросил себя не называть. И вот он как раз сказал, что ну вот неизвестно, ты понимаешь. Но он, тем не менее, отметил, что вообще вот любой гипотетический исход воздушных боев между российскими и, допустим, украинскими истребителями западного производства, он зависит не столько даже от тактико-технических характеристик самолетов, ну, понятно, в пределах там допуска, да, но больше от подготовки боевых действий, организации этого воздушного боя, от того, как есть ли какая-то информация с радаров и систем дальнего радиолокационного обнаружения самолетов, от подготовки самих пилотов. Он сказал, что в принципе, теоретически, и несмотря на то, что Су-35 и Су-30, они по тактико-техническим характеристикам, по возможностям, сильно превосходят вот украинские самолеты, да, или... Ну и, наверное, превосходят Гриппин и, возможно, и в 16. Но, тем не менее, организовать бой между этими самолетами так, чтобы в этом бою выиграла одна из сторон, кто угодно, и российская, и украинская с этими истребителями, ну, это можно сделать. То есть все зависит от подготовки, от обеспечения информационного и прочего. Тут еще одна есть очень важная деталь. Американцы используют летающие радары, Сентри, да, вот эти, для того, чтобы передавать украинцам какую-то информацию, да, о воздушном пространстве. Они патрулируют у границ Украины и Молдовы, то есть в Польше и в Румынии. И вот от этих границ, ну, вот самое ближайшее расстояние до линии фронта, от границ Молдовы и Румынии, это 350 километров, я подсчитал. Ну, примерно. Так вот, дальность действия этого радара, я на сайте американских ВВС посмотрел, 375 километров, это ненамного больше. И это означает, что, в общем, с этим много проблем будет. Поэтому вот этот российский эксперт, с которым я говорил, он сказал, что вообще украинцам для обеспечения воздушного боя было бы неплохо иметь у себя такой летающий радар. Но с этим свои сложности, потому что он тут же станет целью для российских истребителей, и в них есть дальние ракеты авиационные, это тоже вот какое-то такое обстоятельство, с которым много проблем. Проблем на самом деле есть и другие с американскими самолетами, и со шведскими тоже. Это аэродромы, ну, для шведских подойдут менее обустроенные взлетно-посадочные полосы, но тем не менее нужно оборудование. Это оборудование, прям его очень много, начиная там с заправщиков, чем угодно, воздухом, топливом, маслом, нужны специалисты и по обслуживанию боеприпасов, и соответствующая инфраструктура, нужны и аэродромные оборудования, навигационные, и радары, и прочее, и прочее, и прочее. То есть это еще и очень дорого и долго. То есть это все, конечно, когда мы говорим о перспективах самолетов, надо понимать, что за каждым из самолетов тянется огромный шлейф логистический и организационно-технический. Ну и еще один у меня к тебе вопрос. Пилотов же для этих самолетов тоже, в общем, учат годами. То есть это означает, что даже если сторонам удастся договориться о поставках, то самолеты совсем не скоро поднимутся в небо, да? Ну, это так. Конечно, вряд ли для воздушных боев будут брать просто людей с улицы и с нуля учить их. В Украине есть пилоты, я думаю, что их больше даже, чем самолетов, но сколько их учить, тут тоже хороший вопрос. Ты говоришь, годами, да, и годами, но какие-то ускоренные программы для переучивания могут быть и меньше. Я слышал, что готовить могут даже полгода в каких-то ускоренных условиях. Но, опять-таки, во-первых, неизвестно, учатся они уже или нет. Конгресс США выделял летом, рассматривал законопроект о выделении денег для подготовки украинских пилотов, и вроде бы этот законопроект даже прошел через... и стал законом в рамках другого большого законопроекта. Это произошло под Новый год, и я не знаю, как эта программа, как это финансирование работает. Я не исключаю, что украинские пилоты могут уже тренироваться в США какое-то время. Причем какое время, я тоже сказать не могу, потому что, ну, по понятным причинам, мы просто этого не знаем. Смотри, еще вот я смотрю на каталоги каких-то западных поставок, да, вот договорились о поставках 140 танков, по крайней мере, украинская сторона так говорит. Видимо, самолетов будет тоже не сильно больше, чем 140. И вот эти 140 при таком численном превосходстве российской авиации, они вообще как-то смогут изменить обстановку на поле боя? Смотри, во-первых, я не знаю ничего о количестве этих поставок, да, о том, сколько самолетов будет поставок. Да-да-да, мы сейчас рассуждаем чисто теоретически. Да. Вот этот эксперт, с которым я говорил, он сказал, что если это будет пара десятков, это будут очень ограниченные миссии, которые там будут приводить к каким-то ограниченным результатам. Если это будет там под сотни, это уже будет серьезней, но большой проблемой для российской армии будет, если этих самолетов будет, допустим, 200 и больше. Опять-таки, неизвестно, сколько самолетов могут поставить Украине, сколько Украина для этих самолетов подготовит пилотов, как будет развита инфраструктура, потому что аэродромов нужно много. Понятно, что любой, если это будет один аэродром, в него тут же полетят все крылатые ракеты, которые Россия только сможет собрать. Эти самолеты украинцы умеют рассредотачивать авиацию, они умеют менять, но это означает, что им нужно гораздо больше подготовленных аэродромов. Изменят ли самолеты обстановку на поле боя? Конечно, изменят. Конечно, изменят, потому что украинская армия станет более боеспособной, и, соответственно, это будет инструмент уже гораздо более мощный, который даст больше возможностей для украинского командования в планировании операций каких-то, и в планировании, собственно, хода войны. Спасибо, Паша. Это был мой коллега Павел Аксенов. Вы слушали подкаст «Что это было?» И если вы дослушали до этого места, то вам, вероятно, было интересно. Может быть, у вас есть другие вопросы к Паше Аксенову или к другим моим коллегам. Тогда не стесняйтесь и пишите нам в комментариях на подкаст-платформах и на Ютубе, и мы зададим эти вопросы в выпуске 24 февраля. А если у вас нет вопросов, то просто подписывайтесь на нас, оставляйте оценки и ставьте лайки. Меня зовут Илья Кизиров. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»